Доброе утро! Очередной у нас день, но не солнечный, абсолютно не солнечный. Снег почти у нас растаял, от него уже никаких следов нету, температура у нас сегодня уже плюсовая, плюс 5. Вы помните, да, сколько льда здесь было? Он почти весь растаял, но вот там где-то в глубине он видно есть ещё. Сегодня я уже не так тепло одета, вышла на улицу, чтобы скорее просто освежиться, подышать свежим воздухом. Мне кажется, нужно вести за хорошую идею выходить утром дышать вот воздухом, чтобы взбодриться немножечко. Ещё я не завтракала, сейчас уже пойду завтракать, и потом у нас начинается новый день, хотя он уже сейчас начался, да. Как вы видите, у нас абсолютно недолго на Таманском полуострове была минусовая температура, недолго лежал снег. Ну и вот сейчас вот всё возвращается на круги свои, так скажем. Так как у нас сегодня папа уехал на работу, мы сегодня никуда не планируем уезжать из дома, будем находиться здесь, будем заниматься какими-то своими домашними делами. Вот, потому что в своём доме всегда есть чем заняться. Конечно, не мне об этом говорить, об этом лучше расскажет мама. Вот, я тут скорее больше как гость. Вот, потому что я всё-таки квартирный житель, городской. Но мне нравится на юге в своём доме. Вот, нравится в своём доме гораздо больше, чем в квартире. Сейчас, вот знаете, я вышла на... Ух, на ветер. И здесь-то уже очень холодно. Не, ну, конечно, в таком виде, как вышла я, это... Нельзя выходить, можно простыть. Ну, я скорее повторюсь для того, чтобы как-то взбодриться после сна. Ну, и вы напишите, а у вас какая вообще погода была эти дни? Как долго у вас лежал снег? Если вы живёте в Краснодарском крае, так вообще интересно узнать. Потому что у нас есть зрители из горных районов Краснодарского края. Там так вообще, может быть, и все минус 15 наверняка было. Так что вот, интересно, напишите. Кашку варю на завтрак. Вот, сейчас кашку покушаем, скоро уже будет готово. Соляночку уже сварила. Вот, на обед у нас уже будет на обед солянка. Я уже даже не застала. Значит, я долго сплю. Пока сплю, уже утром она солянку сварила. Да, да, я всё уже сделала. Сейчас будем завтракать. На завтрак мы любим пить чай. Ну и кофе тоже, конечно. Дочка вот мне купила, подарила набор чая разный. Мы вам сейчас хотим показать. Вот, на самом деле, чай хороший. Он разный. Разный вкус. Разный запах у него. Ну, потому что чаи из пакетиков уже надоели. А так как я вообще очень люблю чай, то для меня это такая радость, вот, пробовать разные чаи. Именно, которые такие весовые, листовые, а не крошки, которые там в пакетике сметают и отправляют на полки магазинов. Это я в Петербурге покупала ещё. Это не в этот раз я привезла, а ещё, получается, летом. Вот, сейчас выберу. Тут разные чаи. Они тут и китайские, и есть даже африканский чай. Да, и в Африке ещё и делают чай. Странно, конечно, ну да. Потом, по-моему, ещё... Откуда брали? В общем, из разных стран. Чай, наверное, вот мне понравился почему-то вот этот африканский чайный напиток. Называется он Ройбуш Барбарис Малина. Его, наверное, мы сделаем. Он такой сладковатый. Вот, будем заваривать сейчас. Его нужно совсем немножко засыпать, потому что чайный листок, он, получается, когда температура попадает, он очень сильно распушается. Ну, мы любим чай ещё какой заваривать? Мы вот любим, например, заваривать шиповник. А я не люблю шиповник вообще. С душицы, с мятой, любим чай добавить тоже. У нас тоже вот есть это. Разный всякий чай. А, ещё, кстати, знаешь, мы одно время с папой иногда делаем, завариваем нашу привезённую чагу с Урала. Кстати, очень вкусный чай получается. Как-то потом тоже покажу. Он наваристый такой получается. Ну, цвет у него как кофе. Ну, это не так часто, но мы тоже делаем. Кажется, какой цвет. Тоже делаем. Золотой. Ну, да. Красивый цвет. Это вкусно. Ну, ему нужно настояться ещё, конечно же. Гострота. Вообще говорят, что первый залив воды в чай, это только промыть его. А уже потом, как бы, ты можешь его пить. Ну, у нас в России так не принято. Да, вот в Китае принято, что сначала ты промываешь один чай, его выливаешь, а потом только уже пьёшь, потому что чай, как бы, наиболее раскрывается уже при повторном заваривании. Вот. Я была как-то в чайном баре, можно сказать так. И там вот как раз проводили вот эту вот чайную церемонию, поэтому я это запомнила. Вот. Ну, всё, пусть настаиваются. Закрываем крышкой. Ну, закрываем. Ну, всё. Будем ждать и завтракать. После Нового года, я думаю, многие доедают мандаринки. А это у нас, как вы думаете, что? Это сушёная вишня, которую мы сами делаем с наших деревьев. У нас очень много вишни, и это очень вкусное лакомство. Вот единственный рассухофрукт, который я люблю, это вот сушёная вишня. Ну, вот орехи, это родители купили как раз, когда мы были в светофоре. Ну, я не любитель, если честно, вот этого вот ореха. И для здоровья можно класть в чай ещё и мёд. Этот мёд у нас таманский. То есть наши знакомые, друзья нам его дали. И ложечку можно положить в чай. Полезно для здоровья. Кошка у нас приспособилась заходить домой через окно. Открываем. Ох, всё, сейчас будет залазить. Киса, иди. Иди в мешок. Залазь. Малыш, а ты тут, да? Всё, и залезла. Как вы думаете, что это такое, и зачем я это взяла и несу в огород? У нас у соседей есть всякая живность. Там, свинки, куры, утки. И, в общем, они всегда гуляют свободно. И они очень часто приходят к нашему забору. Вот они, видите? Малыша их очень любит, постоянно облаивает. И так как мама в огороде очень часто бывает, эти свинки часто к ней подходят. Почему они привыкли вообще подходить к нашему забору? Мама очень часто, когда что-то делает в своём огороде, она может выкинуть им там свёклу, например, или тыкву какую-нибудь, которая уже непригодна для еды. Но свинки с удовольствием её едят. Поэтому они, когда мама выходит, когда мама выходит на улицу, они сразу идут к забору нашему. Вот я взяла, в общем, хлеб и дам им сейчас. Малыша сразу становится очень заводной, когда их видит, начинает визжать. Их было больше в хозяйстве. Вот, видите, какие они носатые. Хлебушек, просто хлебушек. Держите, держите, всё, ешьте. Быстро шопай. Да, малыша, ну что ж ты, малыша, лаешь-то на них? Малыша лает, прыгает, мне все штаны уже замарало. Вообще невозможно. Нате, ладно, вот так я кину им. Ешьте, ешьте. Малыша не даст нам покоя тут. Если бы забора не было, наверное, вообще бы напрыгнула. Они спокойные, чё, они уже привыкли. Нате, нате, ешьте. Это, ой, зоопарк. Для городских жителей так вообще в диковинку это всё. Сегодня очень сильный ветер, просто невозможно. Фух, но бывают такие дни, понимаете, невозможно находиться на улице. Фух, просто руки сразу краснючие становятся, замерзают. А, сегодня же где-то 10-15 метров в секунду ветер, а завтра ещё будет больше. Из-за этого просто очень-очень холодно и быстро замерзаешь. Забыла ноги почистить. По огороду походила и всё, сразу грязь. Вот наша такая штанга, назовём её так. Подходим и чистим ноги от грязи. Ну, вот это вся правда жизни на юге. Если есть вот такие дорожки, тогда хорошо. А если идёшь просто по земле, то всё. У тебя будет огромное количество грязи на ногах. Видите, это ж нифига не очистится, никак не очистится. Мама дала мне задачу, как сходить, выкинуть мусор. Мама, ну чё? Да, вот сейчас я приготовила всё уже. Сходи и выбрось мусор. Не пугайся, просто я сегодня порядок наводила дома. Коль чё ты перегасывала, поэтому отнеси мусор, выброси. Хорошо. Малыш, малыша, выходи. Малыша, выходи. Сегодня такой ветер сильный. Да вообще, слушай, сносит. Ну он лёгкий. Он лёгкий. Мне кажется, что большой. Ну, уже квитанции принесли. Так. Сегодня у нас ещё 14-я, да, Вить? Да. Ну всё, уже квитанция. Ой, это у нас за воду. Всё. Ну ладно, пойду я, короче, выкину. Хорошо. Малыши, пошли. Малыши, пошли. У нас мусорный бак находится на улице. Короче, что... Мусорный бак у нас находится вот в конце улицы. Обычно, наверное, родители ходят и выбрасывают. Ей только... Ей только дай выйти на улицу. Ладно, я пошла. Наверное, всё-таки обычно родители ходят, выкидывают мусор, ездят на машине точнее. Ну а чем мне ещё заняться, я решила сходить сама пешком. Сейчас всё уныло. Чем заниматься-то на улице? Если только какими-то хлопотами по дому и всё. Сейчас в огороде нет никаких дел-то других. Схожу до бака мусорного и такая у меня прогулочка небольшая будет по свежему воздуху. Видите, да, где стоит мусорный бачок? Это сейчас так принято на Кубаве. Везде такие мусорные бачки. Так. Я, честно говоря, первый раз такое делаю. Так, это мне надо открыть сначала. Вот так вот. Потом... Вот так вот сделать. И... И закрыть заново. Так одной рукой-то не сделаешь. Вот. Закрыла. Фух. Одной рукой тяжело делать. Ладно. Возвращаюсь домой. Видите, как руки замёрзли? Всё красно. Малыша, да-да-да, я вернулась. А малыша хочет домой зайти. Да, малыша? Домой хочешь? Ну, пойдём домой.